Ребята, после битвы блогеров и на битве блогеров самым популярным танком оказался неожиданно Т110Е5. И действительно, после долгих лет простоя этот тяж сейчас заиграл новыми красками и очень неплохо себя чувствует в рандоме. Неплохая динамика, отличное орудие и, конечно, броня с кое-какими минусами, но, тем не менее, при правильном использовании эти минусы можно исправлять. Ну, самая главная пушка с очень классной стабилизацией. Ну и поэтому давайте посмотрим, ребят, одно из самых крутых сражений на Т110Е5 в рандоме за последнее время. Что же здесь произошло, как будет наш Е5 нагибать и давайте пока просто смотреть, с чего же все начинается. А начинается все с того, что наш герой приезжает здесь на Ц-линию. Впереди объект 430 активно вытанковывает своей башней. Хитренько тут особо так старается не подставляться, но все же мы по нему кумулями плюхи закидываем. Так что 430-му завидовать не стоит. Ну вот опять выезжает 430-й и снова мы ловим, кстати, рикошет. Маус сюда приехал и заметьте, как правильное играет сейчас Е5. То есть он занял позицию здесь так, чтобы вот это слабое место, башенка, она была скрыта за домом. Ну или хотя бы ее было сложнее выцелить. То есть видите, да, главное такое правило танкования на Е5 от углов. Показывай правый угол танка. То есть ваша задача желательно не танковать именно вот левым углом. И тогда как раз таки возможно что-то и отобьете. Как в этом бою уже 2050 натанкованного дамага, к слову. И почти 2000 нанесенного. То есть враги по нашему Е5 ничего не наносят. А он, соответственно, отправляет один за другой. Одна за другой по ним плюхи. 430-й прямо по курсу. Ну здесь бродя не пробита. Да, обидно, но что ж поделаешь. 430-й тоже иногда может танковать. Хотя это все-таки не 430-й. Тот бы танковал более уверенно. Но вот как мы видим сейчас объект все-таки облагоразумился. Но уже в тот момент, когда потерял почти все свои КП и выезжает не так активно. Маус тут еще подставляется. Я не знаю, чем думает Маус, подставляя свою башню вот под таким комфортным для нас углом под прострел. А вот 430 вот как будто поймал везение. То есть ваншотный вроде бы сейчас уже он подставляется. Можно бы было давненько уже его добрать. Но начал танковать как не в себя. Но вот все это дело заканчивается. Рано или поздно. Маус опять выезжает. И снова мы массируем его боковую часть башни. Удачно отправляя туда свой кумулятив. И уже 2783 дамаг. Заметьте, да? Казалось бы Т110Е5, у которого довольно неприятное слабое место. Которое Маус навряд ли там достает. Поэтому он нас и не пробивает. Я натанковал 2500 на такой спорной и опасной позиции. И 2700 нанес. Ну вот здесь очень спорненькое решение. Вот так подставить борт под прострел кучи врагов. Но можно еще сказать, что мы отделались легким испугом. Потеряв около 500 хп на этой перекатке. Впереди Юдос, который становится следующей нашей легкой добычей. И поглощает кумулятив Т110Е5. Кстати, заметьте, насколько неплохая скорость полета кумулятивных снарядов 1067 у Е5. Вот это одна из главных фишек этой пушки тоже. Кстати. Так. Проджетто подсвечивается на другой стороне карты. Ну здесь заборчики, блин, мешают. Не нужно забывать и о минусах кумулей. То, что заборчики имеют свойство этими снарядами питаться. Поэтому надо быть поаккуратнее. Так. 4-3. Сейчас надо либо, наверное, вперед уже туда на Мауса вражеского Е5 давить. Либо действовать как-то по-другому и пытаться сначала разобрать СТ-шек, чтобы, наверное, снять как раз вот это прикрытие тяжей и тогда уже наступать. Либо вообще возвращаться назад, потому что не совсем понятно, какая ситуация внизу к мини-карте, как дела у Проджетто 66. Смогут ли точнее наши союзники с ним там справиться. Вафлепазик оттягивается назад и отъезжающего Вафлепазика мы поощряем кумулем в башню. Кстати, если так он будет раскидываться кумулями, а бой затянется. Кстати, бой может затянуться, потому что, как вы, ребят, видите, счет такой еще шаткий 4-3. Непонятно сейчас в какую сторону весы качнутся. В общем, о чем я? Кумули могут-то закончиться и ББшками уже будет потяжелее. Ну, хотя, опять же, здесь попали в топ и против девяток, восьмерок я бы вообще не стал заряжать кумули на самом деле. Там с головой должно хватать ББшек вот на ту же Исуху. Ну, зачем? На нее были нужны кумулятивные снаряды. Брайни бойными надо было лупить сразу под ней без вопросов. Все бы было нормально. Так, Маус стоит за углом. Ну что, будем пробовать сейчас Маусы разбирать. Там 44-100. Ну, 44-я, наверное, я предполагаю, могла по Алине уже назад оттянуться. А вот Маус, это хорошая цель. Так, 5-3 счет. Ой-ой-ой-ой-ой, кто же будет ремонтировать-то? Ах, Е5-ый. Неаккуратно, неаккуратно действуешь. Развалякал. Хотя тут уже особо, ну, все уже развалено. Непонятно, как вот эта стена, кстати, держится еще. Так, Т-44-100П готов. И погнали, наверное, вперед на Мауса. Потому что уж очень давно он тут стоит. Заманчивые 1400 ХП. Вроде более-менее очистили фланг. Только вот Юдас 0-3. Может еще портить ситуацию. Юдас, посмотрите, там прямо по курсу. Возле Исухи уничтоженной. Где-то стоит. Может, кстати, мы с ним разберемся. Пока желательно оттягиваться. Потому что Юдас уже показал, что он Е5-ого пробивать умеет. Тем временем сюда приезжает еще и вражеский Т110Е5. Сразу пытаемся выцелить Эднол Дэн, но тот танкует. Кстати, мы уже танканули. 4 210 дамага. Больше 1000 асиста. И около 6, уже 6000 урона. Уже даже больше 6000. Очень, я считаю, удачное начало боя. Хотя уже, наверное, середина. Так, Е5-ый получает вражеский в свою башенку. Но у нас позиция выгоднее. Заметьте, он опять играет правой стороной. Опять играет правой. И вражеский Е5-ый нашу башенку не видит. Ну или видит плохо и мельком так. А мы его уверенно довольно шьем. Хотя вот и он нам отвесил плюху. Но смотрите, что начинается. Кумулита заканчиваются. И придется играть ББшинами. А ББшинами его даже в башенку будет пробить нелегко. Какое решение примет наш герой сейчас? Ну, увидим. Ребят, пока счет 6-6. Уже больше 7 косарей уродно. 5 косарей натанковал. И больше 1000 асиста. Я хочу вам успеть быстро напомнить важный момент. Спонсоры этого видео. Ребята с очень классного сайта. Воткит. Где огромное количество разных штук для танкистов. Во-первых, на этом сайте Кера сдают каждый день 5000 золота. Внизу сайта нажимаете кнопку участвовать. И, собственно, при должной удаче забираете голдишку. Также там огромные скидки сейчас на все виды кейсов. А если вы будете пополнять счет, то при пополнении вводите вот этот промокод. Который, ребята, сейчас на экране. По нему вы получите огромный, обалденный подарок-бонус. Промокод многоразовый. Поэтому можете смело скидывать его своим друзьям. Со взводным соклановцем. Они тоже его спокойно ведут. И также по нему получат приз-подарок. Ну а мы, ребята, смотрим дальше. Е5-ый врывается прямо на нас. И нужно сейчас его как-то ловить. В общем, ребят, если что, ссылочка и промокод в закрепленном комментарии под этим видео. Проверьте. Очень эпичный врыв сейчас вражеского Т110Е5. Снимаем его. Я не знаю, какой лютой удачей. Остается 151 хп. А бой-то никак не качнется ни в одну, ни в другую сторону. Счет 8-8. Разве что у нас преимущество в том, что у нас два танка 10 уровня есть. Это ИС-7 и Е5. А у них только арта. Да, у нас, кстати, тоже дважды первый есть. Ну, у нас на два танка больше. А у них, в частности, больше девяток. Ну, в общем, посмотрим. Проджетта-66 с Вафлепазиком, по идее, тоже могут очень сильное сопротивление сделать. Ну, потому что Вафлепазик вообще хорошую пушку имеет. Карта довольно открытая. Здесь кустов, где затаится, много. И если Вафлепазик сыграет грамотно, в финале будет очень тяжело, ребят. Да, кстати, перед финалом хочу вам тоже напомнить еще один важный момент. В этом видео вы можете также получить голду от нашего канала. Для участия в нашем розыгрыше нужно подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик в режим «Все». Все уведомления. А также оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником и идти в ВКонтакте. Участвуйте! Скоро буду показывать новых победителей в ближайшие дни. Так. Ну, а мы смотрим дальше. Ну что, 8-8. Равный счет. Каждая из команд не рискует... Не рискует рисковать, вот так. Не рискует врываться вперед, делать какие-то активные действия. Скорее, наоборот, избрали команды в ожидательную тактику. Ждут, что будут делать противники. И от этого уже собираются, как я понимаю, свои действия рассчитывать. Так, ну, Светляк дает нам координаты арты. Также Юдеса, 0-3. И можно сейчас попытаться как раз-таки эту чашу весов на нашу сторону наклонить. Так. 596. И ну-ка, Скорпион же, если сейчас будет выдавливать Юдеса, то он под нас подставится. Ай, опасно сейчас, страх в том, что Юдес-то может нас пробить. Там пушка неплохая. Но 261, кстати, уже успел перезарядиться. И опять по Юдесу киднул и оформил фраг. 9-8. А вот это уже подвижки к победе. Так, ну что. Надо, наверное, спускаться вниз за Скорпионом. Здесь нас, по идее, никто не поймает. И вот уже пошел засвет арты. Вот это хорошо. Ну что, с артоводом надо побыстрее разбираться. Вот 261. Посмотрите, как он огибает. Наш совзводный артовод снимает Проджетта. И ловим, да, ловим. М53-55, оформляя пятый фраг. Но хочется медаль воина. Кстати, посмотрите, наш совзводный уже сообщает о пустом боекомплекте. Интересно, сколько ж он накидал. Так, 4 фугаса у нас и 2 ББхи. Ну что, фугас для вафлепайзика это прям просится. Прям то, что нужно. Пытается еще и блайнить. Но снарядов не так много. Хотя и времени уже немного. Ага, он бы, наверное, еще хотел. Сейчас последним снарядом, последнего врага. И в копилку так. Да и воин, и вул. Вул. Было бы вообще красиво. Так. Ну что? 11-8 счет. Сейчас, по идее, все будет решаться. Но не рискует. Не рискует наша команда. Ну что? Последний танк последним снарядом. Не фадин. Фадин. Нам бы взять сейчас. Как думаете, сможет взять медаль Фадина? Или нет? Ну, воин уже есть. Ах! Не хватило немножечко. Надо было, может, подождать. И, ну, теперь уже вот ноль снарядов и без шансов. Медаль Фадина уже от нас убежала. Ну, и так хорошо. Давайте глянем итоги. Итак, ребята. Это воин. Основной калибр. Стальная стена. Спартанец. Поскучи, пожалуйста. Мастерочек. 9-454 дамага. И, собственно, я считаю, очень неплохо. Е5 возрождается. Этот танк заиграл новыми красками. Неожиданно. Возвращение легенды. Когда-то Е5 был легендой. Он очень раньше был им богом. Потом спал. Потом его апнули. Но он все равно не заиграл особо. Ну, и час после битвы блогеров. Интересно. Вверху справа другой видос. Заходите, смотрите. На этом все. Спасибо всем. Удачи, ребят. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok